Прамбанан Прамбанан Храм лебедя Перед храмом Шивы ah Перед храмом вишны Храм оруды священного орла на котором вишна совершала свои подвиги Прамбанан построен из блоков корней rom advanced а прижар гарама внутрь или выступающий. Поэтому весь храм был сложен без цемента, без скрепляющих веществ, только за счет конструкции самих камней и держался под своим собственным весом. Перед входом в храм стояли две сторожевые башни с изображением бога Кала. Его изображение увенчивали башни от самого верха до самого низа. Маленький храм ухода для приношений, где внутри находится мужское и женское начало. Женское начало осталось, а вот лингам, который вставлялся в это отверстие, его уже сейчас нет. Лингам – это символ мужского начала. Все большие храмы ограждены изображениями каменными, изображениями лотоса. Лотос – это символ нирваны, символ начала жизни. Уникальный барельеф. Почему я сказал уникальный? Потому что они нашли в другом месте только здесь. Вот здесь есть коты улыбаются. Почему кот улыбается здесь? Потому что здесь это нирвана и рай. Вот здесь есть райское дерево, это называется Калпалтару. Райское дерево, у него есть рогат, синикамин, потому что здесь бриллиант, земчуг, желаток, денег много. Поэтому нирваны все добрые, поэтому кот не кусается птицу. Это птица, которая умеет говорить или попугай. Они говорят, добро пожаловать в нирване или в раю. И здесь сначала они молятся, в нирване или в раю попадет в рай легче. И, как говорят, человек, который стоит здесь, загадаться далее. За моей спиной находится самый большой храм этого комплекса, храм Шивы. Нам было интересно, почему индонезийцы поклоняются именно богу Шиве, богу-разрушителю. А все от того, что они живут в очень сложной сейсмической зоне, где часто землетрясения, извержения вулканов, цунами, наводнения. И поэтому они таким образом лишили умилостивить этого бога, построив ему большой храм и поднося ему приношения постоянно, чтобы он был добр с людьми. В 2006 году было сильнейшее землетрясение. Храм выстоял. Но в одной из башен верхушка слетела и упала таким образом, что почти метр шпиля застрял вертикально в землю. Вторая часть откололась и отлетела на два метра. Оставили специально на память об этом ограждении. И как символ того, что все-таки так по-простому построены храмы, но они выдерживают очень мощные климатические катастрофы. Школьники со своей учительницей ходят и тренируют свой английский прямо на туристах и собирают подписи с разных стран, просят автографы. То есть реально это такой тренинг и для дистрибьюторов так же, как научиться общению с чужими людьми. Работа с холодными контактами. Посмотрите, дети это знают. Вот собрались Франция, Англия, Америка, Германия, Бельгия. И вот я сегодня с Украины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.